За это служение слава Господу, братья и сестры! Я хотел бы продолжить проповедь, которую начал в пятницу, однажды одну из пятниц, а сегодня немножко продолжить. Но вместо другое я прочитаю, это книга Экклесиаста, 12 глава, 13 стих и 14, два стиха. Но обратим внимание на 13 стих, он говорит так, «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Братья и сестры, мы христиане, я смотрю, меняется облик положения христианства. И это касается везде, и здесь, и там, в наших местах, где мы были. И такие важные истины, когда наши братья отстаивали, сестры отстаивали, сегодня пренебрегаются не этим миром, пренебрегаются христианами. Вот почему проблемы. Там написано, вот почему война у ворот. Избрали новых богов. Братья и сестры, а как я в своей жизни, а как мы в своей жизни, как мы в своей семье, выслушаем сущность всего. Для благословенной жизни вечной, для благословенной жизни на этой земле, одно условие. Бойся Бога. Заповеди Его соблюдай. А это тяжело? Для человека, который любит этот мир, очень тяжело. Это невыносимо. Вы знаете, когда мы решали вопрос бракосочетания, и мы сказали, что в данной церкви мы на браке не одеваем колец, ну, как муж и жена, можете себе потом надеть, но так мы не делаем это в церкви. Жених говорит, а-а-а, вай-вай-вай-вай-вай, а как же оно будет? А шо ж это будет? Для него неважно благословение в жизни, жизнь свою проверить. Может, в родителей обращение происходит, а-а-а, а как же ж было? О-но-но-но-но, мы шо-то будем другое искать. И так они другое и нашли. Не знаю, сколько они прожили вместе, но и было важное. Здесь на сцене кольца друг друга одеть. Все, самое важное. Больше важнейшего нет. Братья и сестры, и это раньше было тоже так само, у нас важное или нет. Я помню, у нас на браке важное было собрание провести. Да на браке люди каялись, неверующие. Сколько было свидетельства. Я помню, на одном браке однажды говорил в собрании, мы молодежь там уже в вечернее время было, пели. Идет один человек, остановился, плачет. Я подошел к нему, говорю, что ты платишь? Мама спевала, ты ей песни, когда я был в детеную. И он остановился и вспомнил. Я не знаю его жизнь, знаю, что в собрание он приходил. Как дальше? Я уже сюда уехал. Братья и сестры, вот это действительно. А сегодня? А сегодня важное, как кольца одеть. Важное, как там покружить невесту. Еще что-то важное. Здесь вырезы большие сделать. Это важное сегодня. Мамы, мамы, это важное. И мы часто закрываем глаза свои. А Божество говорит, выслушай Бог сущность всего. Бойся Бога. Мы не знаем, как и что Бог благословляет и кого благословляет. На что Господь обращает внимание? А почему закрываем глаза, братья, сестры, отцы, матери? Это будет благословение для наших детей? Или нет? Братья и сестры, я в прошлый раз говорил, хочу, как и говорил, продолжить это место. Это 19 глава книга Судей. В те дни, с 1 стиха Судей, 19 глава. Когда не было царя в Израиле, жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорили с ним и ушла от него в дом отца своего Вифлеема Иудейского. И была там 4 месяца. Муж ее встал и пошел за ней, чтобы поговорить по сердцу, к сердцу ее и возвратить ее к себе. Братья и сестры, я не знаю, бывают мне такие моменты, как я говорю, часто беседуем с молодежью. Хочется уже не говорить, а хочется кричать. Хочется уже кричать. Дети, молодежь, подростки, не делайте проблем в своей жизни. Слово Божье верно. Я бывало говорил раньше, есть законы природы. Есть законы электричества. На столбах, там где мы жили, было написано «не влезай» и еще одно слово. «Не влезай» и еще одно слово было. И мы это хорошо знали, что не надо лезть. Когда на сосуде написано две буквы «яд», и мы знаем, что это такое. Это закон, это закон ядовитых веществ. Это закон электричества и другие законы. И есть Божьи законы. Я всегда говорил, эти законы, которые дал Господь, нарушать нельзя. Нельзя нарушать. Но часто, братья и сестры, я смотрю, мы с этим свыкаемся и начинаем говорить. Так все делают. Брат Виктор, так все делают. А Божья Библия, Божье Слово разрешает это? Мы не смотрим. Мы смотрим, что все так делают. Так все ходят, так все одеваются, так все говорят, так все Господу служат. Так все делают. Братья и сестры, и в одни ноя почти все так делали. Почти все так делали. Почему они не вошли в ковчег, а только один ноя? И я думаю, братья и сестры, что дети вошли в ковчег из-за ноя. Я не знаю, может, я не прав. Но думаю, уважая отца своего, и видя, как он ходил пред Господом, они вошли в ковчег. И жены сынов, я думаю, тоже из-за ноя. Написано, Господь нашел одного праведного ноя. Не написано за сынов, не написано за жен этих сыновей. Но они были спасены из-за отца своего. Братья и сестры, в те дни, когда не было царя, как тяжелое положение в церкви, когда нет верного брата, который наставляет в страхе Божьем. Нет верного пасторя, нет верного учителя. Как тяжело тогда. Люди в тревоге. Как поступать, что делать, куда бежать, куда идти. И, братья и сестры, оно хорошо, когда Дух Святой учитель в церкви. И когда братья-служители в страхе ходят пред Господом. И написано, объявляют народу мне. Я иду на собрание, молюсь, Господи, направь ко мне слово сегодня. Через братьев. Как брат говорил, через пение, через стих, через молитву. И, блаженны мы, когда мы направляем наше ухо. Я, брат говорил, через стих Господь отвечал. А я думаю, а если бы он не слушал стих? А если бы он к этой сестре, к этому брату, который сказал стих, был, ну, не расположен? Ну, может, сказал бы, ну, что-то и вышло. Ну, так быстрее кончай уже. Да, может, еще что-то сказал бы. А, он нуждался пред Господом. Господи, дай мне слово сегодня. И слушал все, что было. Был святой человек, был избранный человек, был отделенный человек от народа израильского левит. Он служил в Скидии. Он служил Господу. Он прославлял Господа. Может, еще какое-то служение было на него там определенное. И он взял себе наложницу. А что не жену? А что не жену он взял? Он взял наложницу. Ему никто больше не говорил. Сынок, ты что делаешь? Нормально сделай. Сделай так, как говорит закон. Он, как Господь сказал через Моисея, правильно сделай. Он мог бы правильно сделать, но он взял себе наложницу. Я говорил в прошлый раз, немножко об этом не буду повторяться. Вот почему начались проблемы в семье. Прожили немножко, и уже проблемы, ссоры. Хлопнула дверью. Ушла. Четыре месяца не было. И друг друга ждут, кто же первый придет к кому. Если спросить эту наложницу, что ты скажешь о своем, ну, муж, не знаю, как его назвать, муж или мужосожитель. Что ты скажешь? Я думаю, что она говорила, только слушать надо. И та проблема, и та, и та, и та, и та. А если бы его спросить, а что ты скажешь о ней? Тоже, наверное, много чего сказал бы. Ну, вот прошло время, и этот левит, ну, что-то пришло ему. И он пошел говорить по ее сердцу. Он мог бы прийти, там собрать отца. Отец, идите сюда. Я вам расскажу, с чего у нас проблемы. Я расскажу, с чего начались. Я расскажу вам про дочь свою. Однажды один человек говорит, если ваша дочь не будет слушаться, привезу ее к вам. А отец говорит, я тебе давал хорошую. А зараз, что ты знаешь, рыбы, то я тебя не прийму. Я тебе хорошую давал. Братья и сестры, и этот человек пришел, не оправдывался, не доказывал свою правоту или свои достояния, свою заботу. Он прошел, говорит, по сердцу. И вот это, это сделало свое дело. Братья и сестры, ну, я не хотел бы об этом больше говорить. Я говорил в пятницу. Но я хотел бы сказать о том, что он сделал неправильно. Но я смотрю, когда этот отец этой молодой женщины упрашивал этого человека, этого левита. И меня, я сразу не понимал. Останься. День склоняется к вечеру. Утром. Останься. Подкрепи тело свое пищей. Побудь, потом пойдешь. Снова вечер ушел. Снова останься. Ну, что он просил? Раз останься, второй, третий, четвертый. Чувствовал, что-то не то. Что-то не то. И этому молодому левитому уже надо было бы послушаться. Тестя своего. Может остаться. Не, на вечер он начинает идти. Ну, куда что? Ну, перед ночью, утром же пойдешь. Вот одно неправильно, за другое неправильно, за третье неправильно, за четвертое неправильно. И все. И потом начал идти. И мы знаем конец этой истории, братья и сестры. Мы знаем, сколько беды, сколько горя и сколько смертей принес этот поступок этого молодого левита. Братья и сестры, я хотел бы обратиться к молодежи, к родителям. Братья и сестры, почему ссоры в семьях наших детей? Почему проблемы в наших молодых? Почему они прожили месяц, два, три, год и уже жить дальше не могут? В чем причина? Мы не виноваты в этом, братья и сестры. Я именно стоящий здесь в этом не виноват. Что, может, не доказал что до конца. А может, строго не поступил. А может, отец и мать, мы что-то пропустили. И знаем, что этого не должно быть. И думаем, а как-нибудь будет. Братья и сестры, кто дает чувство? Чувство любить. Вот молодому человеку нравится какая-то сестра. Сестре нравится какой-то брат. Она буквально на молодежном собрании, на молодежной беседе получил такую записку. Так быстро ответил. А потом пришел домой, и она меня начала тревожить. Думаю, наверное, что-то надо добавить. Была такая записка. Брат Виктор, мне нравится один человек. Я могу молиться, чтобы он был моим мужем? Я говорю, ну, конечно, можете молиться. А потом думаю, а если десять сестер молятся за него? Ну, десятирм он не достанется. И потом думаю, наверное, лучше молиться. Господи, благослови меня, да будет воля Твоя. Благослови мою жизнь. А Господь знает, как благословить. Наверное, так будет правильно. Я, знаете, с таким, я люблю ходить, так размышлять. И размышлял, думаю, надо, наверное, будет. Особенно за сестер, я очень ревную. Почему? Чтобы у них благословение было. Сколько сегодня, братья и сестры, в этой стране горя и беды. Почему? Сделали, как левит. Начали жизнь свою неправильно. А потом, а потом чувства теряются. А куда они потерялись? Куда они ушли? И мы знаем историю Амнона и Фомарь. Когда Амнон не знал, как пригласить Фомарь в свой дом. И он советовал себя, как это сделать? И там его друг посоветовал ему, больным притворись. Отцу скажи, вот так и так, пусть она придет. Братья и сестры, и долго эти чувства были, когда она пришла в дом. Ну, куда они ушли? Куда они убежали? Убежали матеря, сестры. Они быстро убежали. Час-два их не стало. И эти чувства, такие хорошие чувства, пришли очень плохие. Написано, пришла ненависть. И он стал выгонять ее. Не знал, как пригласить, а потом не знает, как выгнать. Написано, пришла ненависть. И даже больше, нежели любовь была раньше. Сильнее. И он позвал своего слугу отрока и говорит, прогони эту вон от меня. И запри за нее дверь. Братья и сестры, вот тот, что сегодня делает лукавый. В наших семьях. Потому что мы закрыли глаза, когда наша дочь, когда наш сын что-то делал неправильно. И мы хорошо знаем, что они делают неправильно. А почему, братья и сестры, матеря и отцы уместен не стать вместе? Для того, чтобы защитить наших сыновей и дочерей, чтобы они потом жали свое непослушание. Бойся Бога, заповеди его, соблюдай. В этом, в этом все для человека. Сегодня мы говорим о послушании отцу и матери. Легко это, братья и сестры, тяжело это. А особенно, когда 18-20 лет. Но невыносимо слушаться отца и матери. Но я хотел бы сказать молодым, которые слушают нас и в этом служении. Вот когда 18-20 лет, Господь испытывает тебя на благословение. Господь благословит, Господь благословляет. Говорит, будет тебе хорошо и будет долго. Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни. Есть условия Господни, как я говорил вначале. Есть законы Божьи для благословенной жизни на этой земле. И хорошо, когда мы уважаем отца и мать. Не возмущаемся, не кричим, не говорим. Мама, это моя свадьба, а не твоя. Буду делать, как хочу. Братья и сестры, и проходят проблемы в нашу семью. И я смотрю, больше и больше узы между Божьим и женой устают слабее и слабее. Почему, братья и сестры? Может, я что-то не сделал. Может, на страже не стоял. Может, строго не сказал, хорошо, один отец приходит к брату Виктору. Я говорю своему сыну, он не слушает меня, а ты поговори. Я переживаю за него. Как он жить будет? Какая будет жизнь? Я ему говорю, не слушай эту музыку. Я ему говорю, не смотри туда. А он смотрит. И когда отец сказал, когда пастор сказал, когда проповедник сказал, смотришь, уже слеза на глазах. Слава Богу. Уже уклонил свою ногу. Уже удалился от этой кривизны. И смотришь, уже выровнял. А потом приходит время, хорошо, что вы остановили. Хорошо, что вы строго поговорили. Хорошо, что вы, может, даже какое-то наказание, обличение сделали. Братья и сестры, наша задача сегодня сохранить молодое поколение. Это будущие церкви, братья и сестры. И каждый раз, когда начинаются свадьбы, когда начинается вот это соединяться с семьей, я всегда переживаю. Однажды я говорю, куда ты идешь в такую одежду? Зачем ты идешь, дитяну? Зачем ты идешь? За благословением? Или за наказанием? Последний брак был, я просил фотографу, сфотографируйте невесту. Я покажу в церкви. Ну, лицо надо только закрыть, чтобы не говорили, кого-то там рекламирует, Брэд Виктор. Как оделась невеста? Ее мама так одела. Ее отец так одел. Она послушалась. За благословение пришла. Проблемы будут жизни. Там тоже будут проблемы. Но там будет видна рука Господня, братья и сестры. Пришли за благословением. А сегодня не скажешь, что все идут за благословением. И братья дают наставление. Думаю, может, этому левиту тоже кто-то давал наставление. Чтоб жили хорошо. Может, зерно сыпали, там цветы ложили, еще что-то. Много пожеланий было, как сегодня на браках. Много пожеланий хороших. И есть благословение, братья и сестры. Братья и сестры, брат молился о том, чтобы вот эта такая проблема остановилась. А я хотел бы, чтобы каждая душа возревновала о будущей церкви, о наших сыновьях и дочерях. Господь благословил наших детей, дал здоровье. Все, красоту дал. Каждому свою красоту. А мы часто опускаем руки наши. Нет, чтобы настоять, детям сказать. Мы, наоборот, как я не раз говорю, бывает с детьми легче говорить, а с матерями очень тяжело говорить. А почему? Брат Виктор, а почему здесь фата – это грех, а здесь не грех? Иньч, разница. Сестры, об этом мы можем говорить? А почему здесь инч ниже – грех, инч выше – не грех. Грех. Когда нагота – грех. Господь не благословляет это. А кто скажет? Мамы должны первые сказать. Братья не будут это ходить, проверять. Я последний раз на одном браке, идут невесты. Смотрю, платье хорошее. Когда начали идти, разрез почти аж до самого верха. Ну и что делать? Идешь с этого брака, братья и сестры, больной домой. И думаешь, Господи, как это выдержать все? Братья и сестры, кто будет стоять за церковь? За наших сыновей и дочерей? Почему матери не видят это? Почему отцы это не видят? Господь обращался к священникам и говорит – слепые. А сегодня хочется сказать – мы слепые. Потому что знаем, что они идут за благословением. А еще отстаивай. Братья и сестры, выслушаем сушь на всего. Бойся Бога, заповеди Его соблюдай. В этом все для человека. Блажен тот человек, блажен тот отец, блажен та мать, которая знает, что говорит своим детям. Которая знает, что сказать. Доченька, благословение хочешь? Так и так поступи. Братья и сестры, я помню, когда Есфир шла к царю. Она ничего не просила. Только что тот, приставленный к ней, сказал ей. И Господь там был. Она могла, кто знает, что просить. Но там Господь был. И Господь благословил. На нее корона легла. Царская. И посему, братья и сестры, да благословит нас Господь. Сегодня вас ревновать о наших сыновьях и дочерях. Господь поместил Адама и Еву в самом лучшем месте. Мы называем парадайз, мы называем рай. Это что-то необыкновенное. Какое красивое место, часто говорят, это рай, это парадайз. А сад нас смотрит, как выгнать его оттуда. И выгнал. Выгнал оттуда. Так само и сегодня, и вот те же действия. Господь желает благословить наших сыновей и дочерей. Вас, дорогие сестрички, братья. Господь желает благословить. А сатана старается забрать это благословение. Любыми путями. Вот почему столько проблем сегодня. Но самое хуже, когда на неправильные действия детей благословляют родители, благословляют пасторя. Сегодня наложниц много среди народа Божьего. Потому что они должны быть в других семьях. Мужья должны быть в других семьях. Жены должны быть в других семьях. Но кто-то закрыл глаза. Кто-то благословил. И это благословение, братья и сестры. Сколько вот это неправильное действие этого левита сделало беды. Сколько смертей произошло. Целое колено почти было выгублено. За его действия неправильные. И пусть ему да будет милость Божья над нами, братья и сестры. Каждый на своем месте. Сколько есть силы. Сколько есть мудрости. Говорить нашим детям, вставая и ложась. Доченька, сыночек, правильно сделай. Господь благословит. Не будем равнодушны, братья и сестры. Сколько будет хватать силы в нас. Сколько будет слов в наших устах. Будем говорить. Будем просить. Увещевать и умолять. Бойся Господа. Заповедь. Заповедь его соблюдай. В этом, доченька, сынок, все для тебя. Благословение. Благословение. Чувства. Хлеб на столе. Благословение в дороге, на работе, в бизнесе. На земле благословение. И в вечности благословение. Склоним колени. Помолимся. Аминь.